В эфире программа событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные темы выпуска. Дополнительное финансирование Самарскому региону. На что потратить деньги с федеральной казны? В финал все ближе. В областном суде начались прения сторон по делу об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта. Идеальная ЖКХ. В Самаре ужесточают правила игры на рынке коммунальных услуг. Возможность дополнительного финансирования Самарской области и участие в целевых федеральных программах обсудили в Госдуме. Губернатор Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч с руководством политических фракций и комитетов. Особое внимание уделялось развитию экономики, поддержке отрасли промышленности и предпринимательства, а также вопросам социальной сферы. Также губернатор провел рабочую встречу с руководителем администрации президента Антоном Вайна. Говорили о ходе исполнения майских указов президента России в Самарской области. Отдельной темой встречи стали итоги социально-экономического развития региона в 2016 году и формирования областного бюджета на 2017 год. Также обсудили ход подготовки к проведению матча Чемпионата мира по футболу, строительство инфраструктурных объектов и реализацию плана мероприятий, посвященного 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. Сегодня начались прения сторон по делу об убийстве экс-главы Сызранской полиции Андрея Гошта. Заседание проходит в закрытом режиме в Самарском областном суде. В преступлении обвиняются четверо мужчин. По версии следствия, Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила племянница полицейского. Согласно материалам дела, нападавшие проникли в дом, когда все спали и до смерти избили своих жертв, прихватив с собой ценные вещи, скрылись с места преступления. Судьбу подсудимых будут решать присяжный день вынесения приговора будет известен уже сегодня. Еще одно громкое дело подошло к финалу. Приговор основателю финансовой пирамиды, жертвами которого стали более сотни человек, вынесут уже 27 января. В мошенничестве обвиняют Юлию Жильцову. По версии следствия, она организовала две компании «Гелиос» и «Тиферет», которые обещали жителям высокие проценты по вкладам. Ставка могла составить 75%. После того, как обман раскрыли, выяснилось пострадавших 125 человек, большинство из них пенсионеры. Наш телеканал уже снимал передачу про мошенников. Тогда финансовая пирамида еще работала. Спустя три дня после визита наших корреспондентов, офисы опечатали, снятые журналистами материалы приобщили к делу. Сейчас Юлия Жильцова под подпиской о невыезде. Мы будем следить за развитием дела. Требования к управляющим компаниям будут ужесточать. В мэрии Самары предлагают лишать лицензии организации, которые не справляются со своими обязанностями. Глава города раскритиковала работу частных контор, в то время как муниципальные предприятия нареканий не вызывают, несмотря на разницу бюджетов ни в пользу муниципальных. За что накажут частников, узнала Марина Матвейшина. Игра по новым правилам. Мэр Самары предлагает ужесточить требования к управляющим компаниям. Эта зима показала, некоторые из частных контор недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями. В одном из крупнейших районов, промышленном, работает несколько управляющих организаций. При этом почти половина дворов еще не убрано. Хотя с последнего снегопада прошло уже несколько недель. А вот с такими подходами, когда ни шатка, ни валк, месяц прошел, 63% убрано. Техники нет, как не было, так и нет. Но так не пойдет. Товарищи, я прошу вас, сегодня мы вас пригласили на этот селектор, очень внимательно отнестись к этой просьбе нашей и сделать выводы самые серьезные. Глава города неоднократно поручал частникам приобретать машины и малогабаритные снегоотбрасыватели. Потому что дворникам с лопатами с такими объемами не справятся. Все рекомендации по приобретению техники доведены до управляющих компаний. 111 имеется в наличии и фактически 150 привлекается по договорам. Аргументируют финансовыми сложностями. И это не аргумент, уверен Олег Фурсов. Частники регулярно собирают с населения платежи за коммуналку. Но вкладывать деньги в уборку города не хотят. А значит нужно применять более жесткие рычаги воздействия. Штрафы или даже лишение лицензии. Давайте нарабатывать эту негативную практику. Ну сколько уже можно с этими управляющими компаниями разговаривать? Два года. Два года назад я еще мог поверить, что действительно денег не хватает. Мы создали муниципальное предприятие. Мы все видим прекрасно, как они работают. И деньги зарабатывают, и зарплату вовремя платят. И не только успевают дворы убирать, фасад ремонтировать. В мэрии будет создана рабочая группа по разработке новых критериев лицензирования управляющих компаний. А в тех районах, где частники так и не возьмутся за ум, будут создавать муниципальные конторы по обслуживанию населения. Городские и районные власти имеют на такие предприятия прямые рычаги влияния. Да и практика показала, такие организации справляются лучше. Разработанные изменения в лицензировании будут согласовываться с областным правительством. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Коробка на Ленинградской, которую приняли за бомбу, оказалась пустой. Напомним, подозрительный предмет нашли вечером в воскресенье 22 января. Влицейские перекрыли участок пешеходной зоны на улице Ленинградской от Чапаевской в сторону Галактионовской. Через пару часов отцепление с улицы сняли. Ледовая переправа «Ульяновский спуск» рождественно переходит на более ранний режим работы. Расписание движения амфибийных катеров меняется с 23 января. Теперь суда на воздушной подушке будут выходить в рейс на 45 минут раньше, начиная с 7 утра. Как и прежде, маршруты будут дублировать действующую переправу между Рождественной и Самарским речным портом по будням в утренние и вечерние часы пик. В Самаре на улице Сильна мужчина упал с многоэтажного дома и погиб. ЧП произошло в воскресенье вечером 22 января в Приволжском микрорайоне. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причины трагедии устанавливаются. 19-летней самарчанке грозит срок в 5 лет за то, что она забрала забытые в банкомате деньги. По версии сотрудников полиции, пенсионерка сняла 5000 рублей в одном из торговых центров Кировского района. Забрала только карточку и ушла. Через некоторое время она вспомнила, что деньги оставила в банкомате. Вернувшись, пожилая женщина своих денег уже не обнаружила. В итоге полицейские с помощью очевидцев в продавцов магазина нашли 19-летнюю девушку, которая забрала деньги. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В Самаре отметят День сурка с участием степных сурков Ивана и Евы. Экологический праздник состоится 2 февраля в 13.00. По поверью, чтобы угадать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в этот день. Считается, что если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и залезет обратно, зима будет длиться еще 6 недель. Если же, вылезая из норы, грызун не увидит тени, то весна будет ранней. У посетителей Самарского зоопарка будет уникальная возможность узнать прогноз на весну 2017 года, что называется, из первых уст. Кроме того, в этот день будут организованы игры и конкурсы для детей. Библиотека «Центр правовой информации» итоги конкурса под таким названием подвели в Самарской губернской думе. Он проводится в регионе уже восьмой раз. В нем приняли участие все желающие. На церемонии награждения побывала Лариса Шлафаст. Областные библиотеки идут в ногу со временем. Они давно уже превратились в многофункциональные центры. На плечах библиотекарей лежит особая нагрузка – просвещать посетителей не только в отношении новинок литературы. Им нередко приходится разъяснять региональные и федеральные законы, обучать читателей работе со справочными правовыми системами, организовывать на своих площадках встречи с юристами. Сельские в библиотеке по качеству услуг не уступают городским. Одной из лучших в этом году признана библиотека в селе Утевка. Мы же участвовали как правовой центр доступа. Это интернет доступный, бесплатный. Это литература, это консультации, это привлечение пенсионеров, малоимущих. С ногу со временем, наверное, и приходится работать. Впервые в 2016 году в рамках конкурса учреждена специальная номинация – библиотека Центр гражданственно-патриотического воспитания и развития творческих способностей читателей. В рамках этой номинации Самарский литературный центр Василий Шукшина провел конкурс чтецов. В нем приняли участие больше 800 человек в возрасте от 10 до 88 лет. Лучшим вручили дипломы. Мне кажется, это очень важно с точки зрения воспитания молодежи, и воспитания не только молодежи, а и людей более старшего поколения. Ведь сегодня выступают люди, старшему из них 88 лет. Представляете, 88 лет он стихи читает. Это же замечательно, это какой пример он подает людям. Поэтому я считаю, что это очень важная вещь. Лучшие выступления участников конкурса разместят на сайте «Юный гражданин губернии» и на портале Самарской губернской думы. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. В самом крупном районе Самары промышленным наградили тех, кто в 2016 году принял активное участие в его жизни. Это более 50 человек, руководители промышленных предприятий, работники образования, общественное объединение. Вручили грамоты главы промышленного района, губернатора Самарской области и почетный знак Куйбышев «Запасная столица». Также подвели итоги конкурса на лучшие новогодние оформления. Здесь отметили украшения гидрометцентра, нескольких детских садов и школ. Вспоминали важный для района праздник 50-летий улицы Старозагора и то, как она преобразилась за этот год. Старозагор, наверное, каждый побывал, посмотрел. Вот эту Старозагору, многие из вас сидящие, приняли активное участие, для того, чтобы мы увидели эту красоту. В этом году мы будем продолжать эту красоту. А вот какие новости готовят мои коллеги в следующий выпуск. Аварийная эвакуация судьбы дома 87 на Степана Разина решит спецкомиссия. В Самаре горят машины. Автолюбители сами ищут массовых поджигателей. В 3,5 миллиарда рублей обойдется реконструкция самарского водопровода. Самарские коммунальные системы подвели итоги прошлого года. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин